Изначально эти сборы планировались для того, чтобы отобрать перспективных спортсменов в команду Орлан ММА. Но когда мы начали готовить эти сборы и стали определяться с составом, оказалось, что большую часть спортсменов, которые будут присутствовать на сборах, это уже члены команды, а из людей, которые не вошли в состав, буквально единицы Это произошло по разным причинам, но когда мы поняли, что все-таки основной состав это уже члены нашей команды, мы решили направленность сборов немножко поменять и сориентировать их на подготовку тех спортсменов, которые в ближайшее время будут выступать по боям То есть сборы из селекционных превратились в подготовительный предсоревновательный сбор Сбор у нас будет состоять из трех микроциклов И первый втягивающий микроцикл спортсмены прошли по общему плану, а второй и третий микроцикл немножко будем разделять Потому что некоторые ребята у нас уже находятся на сгонке веса, некоторые уже совсем скоро будут выступать, некоторые чуть позже А у других вообще старты планируются только через месяц и позже Вот поэтому второй и третий микроцикл мы немножко разделим по направленности То есть выделим одного-двух спортсменов, кому нужно, допустим, поменять характер работы или снизить интенсивность А все остальные будут по общему плану тренироваться Здесь нужно понимать, какие цели мы перед собой ставим Если мы берем качественную подготовку одного спортсмена, то должна формироваться команда Это этот спортсмен, это несколько спарринг-партнеров, обычно 3-4 человека Причем если это близко к соревнованиям, то эти спарринг-партнеры должны быть максимально по манере похожими на предполагаемого соперника И тренерский состав, то есть на одного спортсмена мы сейчас уже насчитали 3-4 спарринг-партнеров и хотя бы 2-3 тренера Тренер по ударной технике, по борьбе, по физической подготовке Вот такая команда на одного человека У нас сейчас прошлый тренировочный день, у нас вчера был день спаррингов На спаррингах у нас было 30 человек То есть понятно, что совершенно другие задачи решаются, когда у тебя 30 человек Поэтому мы сейчас немножечко меняем характер тех целей, которые поставили перед собой В сторону массовости, в сторону того, чтобы молодым спортсменам передать опыт И вот эти опытные спортсмены, которые в ближайшее время будут драться и готовиться к соревнованиям Они сейчас не только готовятся к бою, но также и занимаются, можно сказать, тем, что делятся опытом с подрастающим поколением С теми спортсменами, которые придут к ним на замену через год, через два Такой сбор у нас сейчас На самом деле сейчас много спортсменов на сборах И я многих из этих спортсменов не знаю То есть я видел их, я видел их в бою Я не знаю, как они готовятся в период между сборами Я вижу сейчас, что некоторые приезжают, ну, явно, в недостаточной форме То есть, может быть, для тех тренировок, которые делают они регулярно, этого хватает Но для тех тренировок, как тренируемся мы, этого не хватает И из 30 человек, ну, наверное, где-то 6 или 8 человек только в подходящих кондициях Для того, чтобы хорошо переносить эти нагрузки Остальные, получается, большая часть, не готовы И когда мы сталкиваемся с такой ситуацией Каждый слабый человек всю группу будет тянуть назад Каждый сильный будет ее тянуть вперед Когда количество слабых преобладает Соответственно, вся группа немножечко осаживается назад И прогресса добиваться сложно Поэтому я надеюсь, что сейчас ребята, которые попали на сбор Сделают для себя какие-то выводы И внесут изменения в свою регулярную подготовку И когда в следующий раз мы будем еще такие сборы делать То приедут уже все готовые для того, чтобы сбор прошел продуктивно Если мы готовим наших бойцов, то мы должны, во-первых, собрать наших бойцов Во-вторых, обеспечить их спарринг-партнерами должного уровня Они могут быть из состава нашей команды, могут быть со стороны Но мы не должны на этот сбор приглашать спортсменов неготовых, слабых, неопытных То есть мы должны сфокусироваться на подготовке Если мы хотим сделать обмен опытом То есть когда сильный дает слабому часть своего опыта И слабый становится сильнее Но в то же самое время этот слабый сильного чуть-чуть оттягивает назад Потому что он потратил свое время на то, чем, в принципе, не должен заниматься В этот конкретный период подготовки Это другие сборы совершенно И для них тоже надо находить время Но самое главное не путать задачи Если перед нами стоит задача одна, мы не должны ее другими средствами решать Мы должны целенаправленно двигаться именно в этом направлении Чтобы приобрести опыт и не слишком сильно состариться, есть один только способ Это путешествовать Сидя на одном месте, что-то новое узнать очень тяжело То есть у тебя есть возможность Приобрести опыт У тех людей, которые прошли уже этот путь А другой вариант Ты будешь этот путь искать сам И сколько ты на это время потратишь? Сколько раз ты наступишь на грабли, на которые можно было не наступать? Никто не знает И в конце концов дойдешь ты до той цели Ты, сидя на месте, зачастую даже не понимаешь К какому конечному результату ты хочешь прийти Потому что ты его не видел никогда А есть люди, которые видели И они могут тебе четко сказать Вот это надо делать, это не надо И тратить годы жизни свои, годы жизни спортсменов на какие-то эксперименты Это можно, конечно, делать Но можно готовые модели подготовки брать уже И вот из этих готовых уже немножко их перерабатывать Под себя, под те условия, в которых вы готовите В том числе и финансовые И уже что-то менять и свою модель разрабатывать Да, Венера Галиев здесь Стоит ли, может быть, нашим ребятам к ним съездить? Потому что я ни разу не слышал, что кто-то ездил к Венеру Ну, из Казахстана Ездил к Дагестан, еще куда-то Но у Венера, по-моему, очень неплохая хорошая школа Да, у Венера хорошая школа У него хорошие спортсмены есть Они сами часто ездят И у него ребята и в Дагестан ездят, и в Таиланд В данный момент у него есть ребята, которые на сборах в Таиланде С Дамиром и с Магулубым, когда мы готовились к боям Тоже часто ездили на подготовку к Венеру Сейчас я его пригласил сюда Ему это интересно, мне это интересно Мне интересно его присутствие И его взгляд на то, чем мы здесь занимаемся И то, как мы это делаем Потому что мы с ним это обсудим Итоги сборов подведем Он выскажет свое мнение Мне интересно его узнать В свою очередь он для себя тоже что-то возьмет У меня, у наших спортсменов, с которыми у него есть возможность поработать в парах Поэтому вот этот обмен опытом необходим На высоком уровне, если готовиться к боям То я считаю, для полноценной подготовки нужно от 6 до 9 недель Если очень сильно повезет и будет 12 недель То можно будет еще сделать учебную работу Которая позволит какие-то новые технические элементы в арсенал спортсмена включить А когда мы говорим срок 6-9 недель Это, грубо говоря, все то, что он умел привести в боевое состояние То есть физические качества подтянуть к бою И весь его технический арсенал довести до того состояния Которое позволит ему реализовать эти качества в бою 6-9 недель Если срок меньше 6 недель То я это называю боем на коротком уведомлении Это на высоком уровне Для начинающих спортсменов эти сроки, конечно, меньше И можно, наверное, посчитать так, что где-то от 4 до 6 недель Это срок достаточный для подготовки Но опять же это в том случае, если спортсмен находится постоянно в состоянии готовности То есть он постоянно тренируется, постоянно держит себя в форме Не слишком набирает вес, чтобы не было потом проблем с весозгонкой Следит за состоянием здоровья, избегает травм И тогда на таком среднем уровне где-то от 4 до 6 недель тоже будет хватать Есть несколько спортсменов, с которыми я постоянно веду работу И за тот непродолжительный промежуток времени, сколько мы уже вместе Я вижу положительные изменения То есть это касается физической подготовки, технического арсенала Уже начинает прослеживаться то, что называется школа Дело в том, что к нам в зал ребята приезжают на подготовку из других городов И из Алматы тоже, из других клубов приходят И я вижу, и мои спортсмены видят, как то, чем мы занимаемся каждый день Помогает им получать преимущество в некоторых позициях, которые чаще всего встречаются в боях И именно это происходит за счет технических действий И за счет того, что они могут эти технические действия даже на фоне усталости реализовать То есть это надо еще, чтобы физические качества соответствовали Можно сказать, что да, ребята набирают, приобретают опыт Уже начинают понимать, для чего это нужно и что по-другому никак Начинают постоянно следить за своей физической формой То есть нет такого, что прошел бой и потом их не соберешь Они понимают, что гораздо легче им будет вернуться к полноценным нагрузкам Если они будут делать перерыв в подготовке короче Замечают, что если произошел какой-то вынужденный перерыв В 2-3 дня, связанный, допустим, с каким-то медицинским обследованием Связанный с болезнью, связанный еще какими-то бытовыми вопросами Они замечают, что эти 2-3 дня уже существенно влияют на их подготовку Даже не в пиковой форме А когда форма приближается к максимальной То есть к той, которую спортсмен должен иметь к бою Такой перерыв будет еще более значительным И у спортсменов сейчас возникает понимание этого Они видят, как нужно работать Они понимают, что среди них еще никто много не тренировался в жизни И самое главное, что у нас есть сильные спортсмены Из нашего первого состава Они подают очень хороший пример Сейчас на сборах здесь Каждый из спортсменов, так скажем, новичков Они могут сопоставить то, что могут сделать в условиях поединка они И что могут сделать более опытные спортсмены И они делают для себя выводы То есть чего им не хватает Либо выносливости, либо техники И, соответственно, с этими выводами они снова вернутся в спортивный зал И будут искать уже в ежедневных наших тренировках то, чего им не хватает Вот, когда спортсмен начинает анализировать свою подготовку И понимать, что ему нужно в первую очередь, что во вторую То тогда прогресс идет гораздо быстрее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok